Бывший президент Армении военный преступник Роберт Кочарян все никак не уймется. После безоговорочной победы Азербайджана в 44-дневной войне и капитуляции Армении, Кочарян, чьи руки обогрены кровью безвинных хаджалинцев, заявил о том, что якобы несправедливый мир в Карабахе приведет к новой войне между Арменией и Азербайджаном. Эту чепуху он вывалил наружу. На сегодняшней пресс-конференции для российских СМИ, по словам Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере, война явилась не провалом минской группы ОБСЕ, а властей Армении. Минская группа сейчас нужна, нужна она и России. В каком направлении пойдет переговорный процесс по статусу Карабаха, трудно говорить, но мировой опыт показывает, что слишком несправедливый мир не может длиться долго, отметил он, забыв о том, что президент России Владимир Путин не раз заявлял о том, что Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы – неотъемлемая часть Азербайджана. Что касается статуса Карабаха, то этот вопрос больше не является предметом обсуждения. Как говорит президент Азербайджана Ильхам Алиев, ни о каком статусе Карабаха не может быть и речи. Экс-президент Армении считает, что если одна из сторон не соглашается с результатом войны, то жди новую войну. Это произойдет, когда будут более удобные геополитические условия и другие триггеры для этого. Нужно найти политическое решение, и если в Азербайджане будут считать, что они решили карабахскую проблему, то это будет означать обратное, даже несмотря на сегодняшние лучшие позиции, сказал Кочарян.